Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Вынесен приговор бывшему председателю Гомельского райисполкома Александру Ситнице, который обвинялся в коррупции. Он был в СИЗО почти год. Суд признал Александра Ситницу виновным в получении взяток в крупном размере и превышении служебных полномочий. Приговор – 10 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Именно столько, сколько просил гособвинитель. По мнению следствия, Александр Ситница лоббировал интересы частных фирм, руководители которых впоследствии благодарили его за такое покровительство. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован или протестован в установленном порядке. Весна, тепло, велосипедисты. В жлобине пострадала 18-летняя девушка, которая ехала на своем велосипеде по проезжей части. На двухколесном транспортном средстве марки «Мерседес Бенц» велосипедистка могла бы выбрать движение по пешеходной дорожке, но предпочла более ровное асфальтовое покрытие и, проезжая перекресток, стала поворачивать налево, не предоставив преимущества автомобилю «Тойота». У машины разбито стекло и помят капот. Девушка в больнице в травматологическом отделении. Сам себе хозяин. ГАИ наказала владельца частной автостоянки за то, что тот незаконно установил возле территории парковки бетонные полусферы – элементы дорожной инфраструктуры, которые устанавливаются, чтобы ограничить движение транспорта. Владельцы машин пожаловались на то, что хозяин автостоянки сделал это без согласования с ГАИ и оказались правы. Хотя сам ответчик утверждал, что все необходимые документы у него имеются. Видимо, так предприниматель хотел решить проблему постоянных нарушений правил парковки со стороны автолюбителей. Однако сам перешагнул через требования закона. Любые технические средства организации дорожного движения должны быть согласованы с ГАИ. В случае несогласования таких элементов граждане будут привлечены к ответственности, соответствующей действующим законодательствам Республики Беларусь. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4.